Итоги уходящего четверга Какие акценты расставил Александр Лукашенко И словом и делом волонтеры БРСМ приходят на помощь в борьбе с сугробами А у меня, вы знаете, слезы, слезы радости Какие наши дети Где оставлять заявки? Безопасное тепло В стране участились пожары из-за перекала печей Печи топите закрытыми дверцами Для этого запорный механизм должен находиться обязательно в исправном состоянии О чем еще нужно помнить А также массовая вакцинация Безналичный расчет И снова непогода На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности Ждатель снегопады Единство развития и независимость Сегодня все внимание СМИ приковано к столице В Минске Донстарт 6-му Всебелорусскому народному собранию Главный политический форум пятилетия собрал порядка трех тысяч человек Это аграрии, педагоги, промышленники, медики, политологи, эксперты По традиции перед делегатами выступил и Александр Лукашенко О главных направлениях во внутренней и внешней политике Максим Кембель По традиции форум открыл президент Свой разговор Александр Лукашенко начал с самой горячей темы Августа 2020 Особенность белорусского мятежа Жестокая атака извне Отметил глава государства Так называемый блицкрик не получился Народ удержал страну Я хочу вам напомнить то, что я говорил совсем недавно Мы не знаем точно, точно, что они хотят И что они предпримут Мы знаем абсолютно, однозначно и точно Что они от нас не отступятся Потому что задействованы очень мощные силы И проиграть в этой войне им вроде бы не с руки Но нам надо выстоять во что бы то ни стало И 2021 год, нынешний год, будет определяющим Александр Лукашенко отметил Беларусь попала под серьезное давление политических и экономических санкций Со стороны западных стран Однако, по его мнению, после таких событий, как штурм Капитолия Также жестоких разгонов демонстраций в Европейском Союзе Они не обладают правом указывать на то, как следует жить и управлять белорусским государством Такая ситуация сыграла свою и положительную роль Настоящие друзья не отвернулись от страны, а даже подставили свое плечо Да, нам важны отношения с ЕС, но Россия была и будет основным стратегическим союзником И я не вижу весомых причин отказываться от подобной многовекторности Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо будет руководить Беларусь Подтверждение особого значения белорусско-российских отношений в этой системе многовекторности Четко проявилось в свете последних событий Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение При этом подчеркну, данная позиция России не помощь действующей власти А поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций Помните, я когда-то говорил Очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время И нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться Что не так? Так? А что еще будет? И пока мы стоим рядом плечом к плечу или спиной к спине Никто нас не на колени поставит и не наклонит В этом суть Продолжая тему внешней политики, президент затронул и сотрудничество в военной сфере В частности, апогеем нынешнего года станет совместное стратегическое учение «Запад-2021» Что касается развития вооруженных сил, то Беларусь и впредь будет уделять этому вопросу огромное внимание Также продолжится взаимодействие и с остальными странами ОДКБ Если кто-то хочет упрекнуть за это республику и заграничных экспертов, то пусть вспомнит, что в Польше и странах Балтии на постоянной основе расположены многонациональные силы НАТО Которые ежегодно проводят десятки военных учений с отработкой переброски больших контингентов войск из Америки в Европу и моделированием возможной войны НАТО союзным государством У нас одна из лучших армий в регионе, это признают наши соперники Но этот статус надо поддерживать боевой подготовкой, своевременным обновлением вооружения военной техники, модернизацией военной инфраструктуры И что в конце 2019 года мы приняли план строительства развития вооруженных сил до 2030 года Определили необходимое бюджетное ассигнование, и чего бы нам не стоило запланированное, мы должны осуществить В то же время, какие бы цели государство не ставило, на внешнеполитических контурах или внутри страны Главным венцом всех побед и достижений был, есть и остается человек И здесь на первый план выходят многие аспекты Уровень жизни и заработной платы Качество образования и медицины Увеличение пенсии и пособий молодым семьям Поддержка предприятий и развития сельского хозяйства Как справедливо отметил президент Сделано многое, но еще больше, представить Несмотря на более-менее приличный уровень зарплат в Минске, областных центрах, регионах Мы пока серьезно проседаем Отстают по зарплате сельское хозяйство, сферы социальных и жилищно-коммунальных услуг Отдельная категория бюджетников еще не богаты Государство видит эти проблемы и работает над их решением Я думаю, это правильно, повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям Социальных профессий За предстоящие пятилетия их доходы существенно подтянутся Глава государства подчеркнул В Беларуси настало время модернизировать и информационную политику По его мнению, необходимо в большем масштабе Волекать в общие медийные проекты блогеров, лидеров мнений Представителей общественных институтов, деятелей культуры и искусства В качестве примера такого диалога Александр Лукашенко привел свою встречу со студентами в БГУ Которая транслировалась и в других вузах А ведь Белгосуниверситет называли самым протестным Прошла эта встреча, она транслировалась на другие вузы И я попросил позавчера Ту же Наталью Иванову Кощанову и ректора Пожалуйста, приведите социологические исследования В этом вузе Страшно протестным Вчера к ночи мне доложили результаты Они меня удивили Да, они не потрясающие по всей стране и так далее Но около 55% поддерживают действующего президента и действующую власть После этого разговора О чем это говорит? Это обращение прежде всего к вам Почти трём тысячам сидящих здесь Очнитесь Поймите, какой момент переживаем И идите к людям Напомним, на политическом форуме Страна должна определиться В каком направлении двигаться дальше Главным документом станет Программа социально-экономического развития В любом случае Решения по итогам Всебелорусского собрания Не будут спонтанными или неожиданными Заверил Александр Лукашенко Всё необходимо детально обсудить Всем, кому есть что сказать Предоставит трибуну Максим Кембель, Бобруйск, 360 В Беларуси выздоровели Выписано 252 068 пациентов с COVID-19 Зафиксировано 263 551 человек С положительным тестом на коронавирус Всего проведено 4 624 687 исследований Такие данные приводит Минздрав Массовая вакцинация от COVID-19 Станет возможной в Беларуси в конце марта Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Пеневич Министр здравоохранения подчеркнул Что в страну поступила очередная партия Спутниковей 40 тысяч вакцин А в следующем месяце планируется Масштабный выход препарата отечественного производства К слову, применение антиковидной плазмы В лечении коронавируса показало Эффективность 70% Число доноров уже превысило 3,5 тысячи Поддержка экспорта, проверка АЭС И праздничный экспресс Белорусская железная дорога Назначила 13 дополнительных составов на март По каким направлениям? Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Экспортерам будет оказана существенная поддержка Такие меры предусмотрены указом президента Одна из новаций – отмена минимальной суммы предоставления кредитов Ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов Упростят из страхования рисков и предложат удобные условия кредитования заграничному покупателю Документ распространяется на все рынки, где есть возможность продвижения своей продукции На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии Группы регулирующих органов в области ядерной безопасности Они находились на станции в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов Беларусь добровольно проводила их в течение двух лет, начиная с 2016-го Это была проверка надежности станции на случай стихийных бедствий, различных техногенных аварий и действий человека По окончанию проверки был сформирован план действий до 2025-го года Белорусская железная дорога назначила 13 дополнительных поездов на мартовские праздники В частности, в межрегиональном и региональном сообщениях Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Полоцк-Минск, Гомель-Могилев, Минск-Светлогорск, Орша-Кричев Наибольшее количество составов предусмотрено на Международный женский день Согласно данным Назбанка, доля безналичных расчетов в 2020-м составила свыше 60% Это на 5% пунктов больше, чем годом ранее По подсчетам аналитиков, в начале 2021-го у белорусов на руках было свыше 15 миллионов карт Сегодня в стране спросом пользуются такие платежные системы, как Мастеркард, Виза, Белкард и Белкард Маэстро Оранжевый уровень опасности возвращается в регионе и опять прогнозируют сильный снег и метель На дорогах возможны снежные заносы, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду На отдельных участках дорог гололедица, температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов мороза, днем 10-15 со знаком минус В стране продолжается челлендж «Уберем снег вместе» Заявку на оказание помощи можно оставить по телефону молодежных горячих линий Они организованы на базе всех территориальных комитетов БРСМ Как это работает на деле? Давайте посмотрим Этот дом на Кирово-8 ни зимой, ни летом не обходит стороной волонтеры Союза молодежи Буквально круглый год здесь кипит работа Прикапывается огород, собирается листва, кулются дрова, подпиливаются ветки и чистится снег Так активисты в полной мере компенсируют отсутствие хозяина в жилище Прямо с вами набивается, можно сказать Так в субботу, вот 6-го числа, да, звонят «Немеханная, вам там помочь, нужно что-то» Вы знаете, что я ей говорю «Боже, конечно, приходите, мы будем очень рады» Мама всегда приветствует, всегда с ними разговаривает А у меня, вы знаете, слезы, слезы радости Какие наши дети! Представляете, я не просила, но они сами Они пришли и начали его так же, как и сегодня БРСМ Да, какие у них лица Они довольны, что никому-то помогают У нас какое хорошее поколение растет Вы знаете, все говорят, что такие, такие, не такие Они очень хорошие Физическая помощь ветеранам войны, уверены военные Это лишь малая часть того, что заслуживают защитники Отечества Сегодня в Бобруйске их осталось лишь 84 Без внимания не остается ни один участник боевых действий Кстати, хозяйка этого дома Екатерина Богдан 1 марта отметит свое 99-летие Такие акции сейчас в данную погоду, они очень актуальны Поскольку пожилым людям, а также ветеранам Великой Отечественной войны Необходима наша помощь Мы должны чтить и помнить нашу связь прошлых поколений Кто помог нам отвоевать мир и мирное небо над головой На помощь к пожилым приходят и социальные работники В комплекс услуг, кроме покупки продукта, выписки рецептов, оплаты коммуналки и уборки в доме Входит еще и очистка дворовой территории от снега Любой пенсионер старше 60 лет, либо инвалиды первой-второй группы могут воспользоваться этой услугой Наш номер телефона 72-73-65 Наш адрес 50 лет, Волоконсен, 19 Пенсионерка Анна Поселенцева признается В такую заснеженную зиму без посторонней помощи не обойтись После обильного снегопада выйти из собственного дома проблематично Борьбу с угробами приходится вести чуть ли не каждый день К слову, волонтеры БРЦМ готовы прийти на помощь к одинокопроживающим, инвалидам и другим нуждающимся людям Активисты движения «Доброе сердце» могут не только почистить снег, но и принести дрова или воду и помочь чем нужно по дому Заявки принимаются по номерам телефонов, которые вы видите на экранах Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Февральские морозы не отступают Сотрудники МЧС напоминают о недопустимости перекала печей По статистике, виновниками и жертвами таких ЧП чаще других становятся пожилые люди Январские холода вынудили жителей частного сектора активнее топить печки Из 16 пожаров, которые зафиксированы в прошлом месяце, 10, вероятнее всего, произошли из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи Печи топите закрытыми дверцами Для этого запорный механизм должен находиться обязательно в исправном состоянии Ну и, конечно, не используйте дрова, длина которых превышает размеры топки Также помните, что ни в коем случае нельзя растапливать печь, используя бензин, керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости При эксплуатации печей не допускается размещать горючие материалы на печи Либо в непосредственной близости к топочным отверстиям Это значит, что топливо и одежду нельзя сушить и складировать на печи, либо около печи Что касается электрообогревателей, то мы должны знать, что использовать необходимо только исправные приборы заводского изготовления Спасатели также напоминают, нельзя оставлять без присмотра печь и поручать надзор за ней детям При сильных морозах безопаснее протапливать ее дважды в сутки с некоторым интервалом Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»